добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна и рада вас приветствовать на своем канале сегодня у меня вторник я сегодня вот на этой неделе без не дисциплинированная снимаю только во вторник но все потому что вчера мне было просто некогда думаю пока тепло надо на веранде убраться чулан разобрать как обычно да это ушло весь день и день вечера она уже села думал когда этот день закончится там и на веранде короче все вместе вот ну весна что куда уж деваться это весна наступила очень рано у нас пока еще на улице жаркость но сегодня уже вот чувствуется не так вот как ты это стоишь утром 8 часов вообще-то да 20 градусов а вот уже 10 25 даже 30 градусов до тепла но сегодня ветерок прохладненький такой подул конец вот поэтому мне еще есть дела которые надо доделать до начала пассивных работ в полях вот поэтому я все это быстро делаю не уходит время больше больше часть на все дела чем на вышивку на вчера утром повышевала немного да там с часок потом вечером уже ну приступила где-то часов в девять на нас и не в десятом часу даже чего врут и уже думаю повышевать сколько успею ну знаете на вышивала все таки 800 там пять крестиков а потому что все если бы это было вот вот такая вот такое место там вы было нам 300 500 может максимум крестиков за все это время да но вчера так как я вышиваю вот эти вот кусочки быстренько быстро идет дело осталось мне вот этим цветом еще вот здесь где-то вот этот кусок на подумала следующий раз я не буду брать этот цвет да а возьму вот то что здесь еще там два цвета белый еще какой-то blend вот это место закрыть надо вот этот кусок переставить вот так пяльца потому что вы здесь тоже если вот тут дошивать да вот как у меня вот здесь вот все оставлено доши то вот здесь тоже места не хватает мне вот поэтому переставлю пяльца туда дальше может быть больше нет большие вот как-то не знаю есть только надшить большие можно спаста поставить и спустить немножко вниз неудобно на них почему где-то вот нормально мне где-то не нормально на больших до вышивать вот и вчера в общем вот немножко я вышла тут мне значит пришел пришло пришла вот такая рамочка на этой неделе я не знаю вчера у меня уже соседка спрашивает которая мне эту рамку привезла заказ в алберес она говорит ну что оформила какой там я лучше и говорю сейчас пока тепло все дела переделаю на улице а когда будет прохладно вот уже дождь пойдет я тогда буду вот на этой неделе надо сделать покрасить но знаете смотрите что она конечно же впритык впритык как я и предполагала все-таки как на картинке кажется что вот это место пошире да но она такое же как по моему на елке вот а фотография вот как-то немножко не так передают вот потому что если который я елочку оформлял там как-то при вообще сильно за ужина тут мне показалось более широкое место вот это ну нет с дочерью посоветовались она говорит что здесь вот вова лучше есть конечно овал 30 на 20 на 25 что я по-моему не нашла сейчас не помню честно сказать по моему нету есть 25 на 33 на 35 он мне не идет не подходит сюда вот тогда он вообще сильно большой будет на 30 может быть чуть-чуть ну вот такое же расширение будет ну я уже не стала мне уже времени нету поджимает думаю муж посоветую с дочерью что в овал хорошо смотрится да немножко впритык будет ну ладно ничего страшного здрасте опять она пришла на мои вот эти вышивки садится помощница моя вот ну теперь думаю каким цветом покрасить то зеленым наверное скорее всего какой-то зеленый вот знаете здесь вот такой как бы немножко мятный что ли можно взять такой вот прям уж мятная вот какой-то такой светленький да не сделать коричневый по шарпости может быть что-то такое вот я просто думаю если зеленым брать чисто да не будет ли это тему темного то и тогда вот она будет казаться лишь нет не шатай мне тут она будет казаться что наоборот вот зажат если посветлее наоборот растворится вот я что думаю может быть мне сделать также как люся также как и елочку покрасить тогда будет нормально можно даже не прокрашивать а вот эти края зелененьким взять немножко на может быть так подумаю еще подумаю просто светлая рамка она воздуха добавить больше вот а темная на конечно зажмет рамочка вот об этом я думаю так ну и что еще на этой неделе то я хочу повышевать так сейчас я это отложу пока вот думаю пока только про это думаю что я хочу этот сюжет вышивать дальше да я забыла сколько там процентов ну здесь немножко было выше тот еще с чем-то так вот и все ну вот сегодня сейчас сейчас у меня вроде как есть время я не знаю даже вроде как есть я повышевая пока потому что я считаю так устал чего мне уже спину ломит лапы ломит хвост отламывая отваливается до кошка сидит мне тут помощница везде со мной ну когда и хочется конечно же вот так и что вообще дальше буду продолжать то в мае мне надо закончить там адель от алисы да потом вот как-то самура и грудь этого все не заканчивать а продолжать у меня есть еще так 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 есть еще такие сюжеты вот как например этот я хотела этой весной его заканчивать тут появилась мимоза вот это у меня прошлогодний сюжет от лукас ну как я прошлом году начала его не знаю когда выпустили вот схемы этой не пользуюсь пользуюсь электронный и вышиваю на тридцать втором каунте место 18 это тридцать второй каунт белфаст вот я конечно здесь ничего не глажу и не буду потому что не разметочка есть вот надо как бы и закончить эту разметку на тоже не что-то не торчала на тут может быть взять повышевать думаю как пойдет мне вообще много чутков на как лето у меня так всегда много планов которые надо вышить есть конечно который я хочу просто начать посмотрю попробую да как что он пойдет есть который я хочу закончить конечно же и это по крайней мере тут два-три сюжета ну во первых вот прошлогодний тоже у меня лежит сюжет медовое настроение что-то называется вид от название то вообще этого работы где-то было в кокетике по моему так до медовое удовольствие вот он помните до начинала как-то вот его собраться можно так сказать как он называет вкус лета он вообще быстро у меня вышел прямо на одном дыхании здесь я не могу сказать что он тяжелее что ли или просто второй такой сюжет похоже но отложила я и все надо будет его вышивать дальше вот я не знаю когда в мае может быть брать ну скорее всего на лето отложу но мне хотелось бы уже вышить потому что у меня рамка то есть и он как парный сюжет должен висеть там вместе с этим моим вот вкусом лета у меня еще один есть вкус лета который я хочу летом вышивать тоже лежит висит ли вот тоже это чудесный год я осенью спонтанно так начала вот настя волкова вышивала все крестики на алина рукоделие ну и я начну-ка я и вот это вот по-моему за один-два дня было вышито этот кусочек вот и все он легкий сюжет но это я вот тоже на лето оставлю буду летом продолжать его вышивала тоже был фас покупал пятьдесят второй под него специально кусочек на нем вышиваю у меня еще один есть сюжет под который уже все тоже куплен летний посмотрим потому что я вчера на днях короче купила еще один сюжет он ко мне идет это новинка там по студии конечно же уже я там мечтах его вышиваю я не могла удержаться еще у меня вот такой летний сюжет лежит но вот мы его тоже будем продолжать вот по начинанию я скорее всего буду что-то маленькое конечно начинать вышивать да может быть и не буду там посмотрю как вот эти круглые точно я буду вышивать потихоньку тела малышки от алисы вот эти вот у меня там что-то в студии лежит жар птицы малютки это я посмотрю но вот из больших наверное только вот то что вот новиночка будет там тоже еще один маленький прикупила сюжета другу от искусницы я все покажу ну скорее всего я буду вот эти сюжеты вышивать я конечно планировала знаете что от вероника жанер вышить еще еще какой-нибудь сюжет так как у меня два выше то хотелось 4 выше малину и смородину красную но я еще подумаю не атом по студии еще малина лежит не вышила потому что мне ткани нет такой как будто до этого я вышивала все эти сюжеты ягодные на для подуш на подушки для с этого белфас тоже там в клеточку был теорий его нету с производства говорят сняли нигде не найдешь и вот я и вот все вот у меня осталось так ну ладно сначала я закончу вот эти у меня еще есть маленький сюжет где он у меня тут лежит хозяюшка да помните я тоже на день вышивальщица начала это у меня наталья юркевич у меня тоже чуть-чуть начато и все вот эти все сюжеты короче говоря буду летом вышивать там вдоль реки у меня тоже есть ну там гобелены я как-то пока не хотя вот надо конечно вот эту мелочь вышивать пока зрение нормально еще пока еще позволяет но вот не знаю все как-то мне прямо останавливает этот гобелен ладно вот это то что есть повышеваю вот эти сюжеты может быть может быть на этой неделе взять вот этот повышевать как пойдет если пойдет хорошо то продолжить но вообще мне надо конечно самурая от этого самурая коттедж и адель вот эти как-то заканчивать уже как-то их надо закончить это то ладно тем не надо все подарить ведь подарить вот но я вот планировал этом году вышить этот сюжет но там видите я заканчивал зимние сюжеты оберег потом значит тут еще один под а у меня одни сплошные подарки вообще быстро хорошо да ты что-то вышиваешь и тебе как бы себе на стену вешать это не надо искать место с другой стороны да вот ладно какие наши годы как говорится я не переживаю я как бы никуда не тороплюсь пока что как говорится не дождетесь да так что вот будем будем короче потихонечку это все вышивать и еще у меня один весенний же сюжет так и остался на теперь его так и оставлю на на следующий год а может быть просто как-нибудь возьму и буду вышивать тоже там по студии ладно я уже начала летние сюжеты вышивать ну это прямо такой знаете сюжет вот мне кажется конец мая июнь такой все еще листа такая светлая на березах она потом в июле чем темно зеленая становится вся листва темнеет как-то уже и травы побольше вот это мне кажется именно такой вот и домик напоминает мне почему-то не деревенский просто доме какой-то дачный потому что мне кажется такой небольшой вот ну ладно в общем так предварительно я вам накинула до планы на будущее покажу еще сейчас наверное какого господи величие природы в этом месяце все с ним закопа кончено потому что я вот взяла его три выходных один выходной пропал то у меня и там вот я брала габриэль и габриэль еще два дня вот осталось повышевать я его повышеваем не хочется его побольше продвинуть там просто поменьше чем на величие но величие принципе за это вот время я вышила тот момент тот кусок который планировал легко шел если бы он весь такое был я б живу давно закончила покажу вам то вот ну пока на этом все итак друзья пока у меня там вышивается у колодца сюжет у колодца у колодца до искусницы я его сегодня еще не вышивала сегодня у меня что там четверг вот я вышиваю там днем скажем так вот а вот этот сюжет я брала вторник и среду два вечера подряд и результат меня удивил саму даже меня потому что я не думала чтобы у меня получится например во вторник вечером вышить тут 700 крестиков да она вчера там 900 с чем-то на общем 1703 крестика за два дня я вот даже не не думала что там за вечер вышью столько крестиков даже вчера то что я вчера на том вот на искуснице вышел 1000 думаю ну за вечер и столько не выше я вообще в шоке иногда бывает найти вот вышиваешь вышиваешь такой кусок ты думаешь там уже на ну как минимум 500 и там тысячи до заглядываешь а там вообще 200 крестиков да или там только 500 кое как набралось за вечер то смотришь вот а вроде там был участочек такой как тут такое ощущение что медленно все замедленно как-то иногда вот как в этот раз сидела даже вот вчера днем ну благодаря погоде все это спасибо дождик пошел во вторник еще было так до тепло во вторник было еще но я там дела свои делала как-то там не думала что вечером я так уставшая была дума стука вышли на это посередине потому что она там меньше было вчера вот холодно стало дождь пошел весь день вчера и сегодня вот пасмурно холодно на эти плюс 30 плюс 10 вот так резко ладно хоть не минус конечно же а то вот дочь сегодня писала фото из Свердловской области там у них уже снег даже лежит вот там и вот я вчера благодаря погоде столько на вышивала на и на этом сюжете на том как бы вот 1703 крестика у меня сейчас 31 процента было 23 ну я вставлю картинку что у меня добавилось да в основном я вышивала зелень конечно же тут немножко разброс так все это было казалось бы что тут увидишь то когда в разброс то никогда один участочек ты замечаешь вот он вышелся тут немножко разброс но еще и конечно сериал смотрел знаете уже я не постоянно смотрю периодически вот решил досмотреть осталось всего там не серии 6 великолепная миссис мазель сериал интересно посмотрите друзья такой юморной как бы и такой легкий красивый сериал про женщину стендапера конец пятидесятых годов это комик она и красиво одевается такая стройная красивая ну вообще там не только она так одевается а вот все окружение вот именно так красиво одевается красивый там квартиры все такое красиво снят сериал вообще и некоторые моменты меня удивляли там по поводу техники в те года до в америке что говорить конечно же они развивались у них не было ни революции него и перестроек вот но фильм красивый посмотрите если я просто в яндексе он где-то в контакте встретила рекламу и вот яндексе нашла и смотрю уже периодически то и сериал это то еще что эти вот вчера я вышивала и смотрел и вот благодаря я говорю сериалу ты вот вот так вот не отвлекаясь вышиваешь хорошо вот так что вот это вот казалось бы какая-то полосочка да она как бы вроде как бы не должна быть но на самом деле она должна быть вот это как будто они стоят в такой вазе стеклянный прозрачный и вот это вот вода скорее всего полосочка воды вот здесь идет у них есть сейчас у лука снова и вышел сюжет возможно если я не успела этот купить и начать может быть эту новинку бы взяла быстрее до первее бы ну как бы мне это тоже очень нравится этот сюжет с тюльпанами мне тоже нравится он тоже вот таком в банке не вазе там и там только тюльпанчики больше ничего нет и я вот думала все вот целый год уже думают с тех пор как они вышли надо он мне или нет сейчас прям такая цена на него хорошая была я все думаю надо он или нет но я подумала вот я вот этот дошью и тогда уже решу может быть куплю но вышивать как бы не сразу нами скорее всего буду нравится он больше чем вот у них там эти вышли пионы почему-то и он тоже красивая тоже про них все думал но вот именно тюльпаны мне нравится хотя они вроде что-то похожее да но я думал так парный сюжет бы было неплохо к ним даже цветовая гамма какая-то похожие вот все но те вот как-то они более такой-то старый уже сюжет вышел давно а тот какой-то более современной что ли как-то более до современно как-то сделано как-то а проработана может быть вот такой еще более по моему мне кажется акварельная отшим не видел еще не знаю вот я видела только вот эти картинки у них там в группе и вот на vb закладку сделала и все схожу смотрю ну ладно я хочу торопиться если вы в прижмет конечно там какие-нибудь опять еще что-нибудь там они продавать не захотят еще что и какой у них всегда такие заскоки бывают типа они не продают в россии но куплю тогда вот но мне пока вот этого хватает надо вот этот закончить еще здесь 31 процент всего 8 значит мне надо еще 70 вышивать да здесь по моему по моему сейчас гляну нету здесь никакого бэкстича это это хоть радует по моему нету там только крестики чуть я не взяла сагу что там еще было мне осталось четырнадцать тысяч около 15 тысяч крестиков здесь это вышивать не скажу что это мало или много но таких скажем два-три-три маленьких сюжета на принципе не 15 если сидеть можно вышить вот так вот если также вышивать вот так но так не получится явно же так получается сегодня есть вот такая погода я вышиваю завтра будет солнце я еще думала жара спадет буду на улице там в теплице что-то делать но я надеялась на прогноз от когда там 20 градусов было обещали но не вот 10 плюс плюс 5 плюс 10 до этого уже холодно и трещи сильный не хочется выходить на улицу поэтому я сейчас еще крашу рамочку вот период вот это пока все это вышиваю да я всю крашу рамочку и не скоростно покрывать покрыл ушел дождался пока вышла туда высохла туда-сюда и вот промежутки сейчас я еще покрашу и потом пойду еще повышеваю основные дела пока сделала больше пока таких вот дел нету на улице немножко ветер у стихнет потом я выйду теплицы доделывать дела вот вот так вернулась я к этому сюжету два дня на него и сейчас вечером а тут я вышиваю днем и сейчас я наверное возьму я не знаю сейчас что взять какой-то сюжетов самурая коттедж или взять может коттедж взять я учу давно не вышивала повышевать уже периодически тот тот потом посмотрю какой вперед скакнет тот буду больше времени уделять вот такому сюжет этому сюжет 50 процентов я уже всегда говорила сюжет когда выходит на 50 процентов я ему больше времени уделяю а уж есть там 70 то стараюсь закончить его вот ну вот так ветер дует немножко не успел тут коняшки купались ну так прямо копытом на себя в воду жарко поэтому нам купаются тут там мелко там где-то конем по колену кто-то рыбачить это вы видите какая гора зеленая пока что пока что если мои будут дожди будучи зеленый если вот такая погода то все привет пожелтеет быстро вообще желтеет буквально жара постоит вот в июне например недельки две все и она уже желтеть начинает речечка спала все баллоны были как типа мостик сейчас еще по ним можно было там раньше перейти больше разлилось если будет жарко будет там воды уменьшится на быстро быстро листочки распускается прям еще обычно это в мае бывает но ветер у нас это все это вообще ну вот я наверное все таки решила вечером возьмем сейчас этот сюжет надо его в как-то уже вести к завершению заканчивать летом у меня будут другие планы поэтому постараюсь как можно больше вышить за эти но я всегда вот так вот у меня так неожиданно бывает что я говорю надо больше вышить а у меня бывает что-то вот сломается и все я сижу с чем-то другим занимаюсь вот какой-то ерунду весь вечер вот ну я пощу как он еще сейчас досмотрю один этот сериал еще какой-то подыщу вот и чтобы именно хорошо сидеть вышивать не отвлекаться на всякую ерунду по интернету вот поэтому я вот так вот вам показано какой стадии сейчас этот сюжет мы посмотрим посмотрим что же у меня получится так но я вот убрала фон оставил этот сейчас буду застилать пленку докрашивать не знаете матовый конечно тоже нравится висит красочка вот еще соскобишь я бы его под широй колоба еще наверное надо наждачку взять здесь значит я как можно больше светлого и вот здесь мне не нравится сейчас я немножко под шкурю еще раз покрою сама окраска когда начинаешь красить да вот она вот такого цвета когда на дереве причем я белым покрыла сначала все она почему-то эта рамка так хорошо впитывает я два раза покрывала белой краской сначала просто акрилы потом меловой уже сделала меловую из акриловой краски белую я помните покупала на комодике краску рассказала что я ее сделал меловой до смешала там одна часть мела автор 2 части краски да вот и я заколеровала их слишком много полную полную банку я потом еще раз купила эту же кражу краску мне понравилась эта краска нам с магазин здесь придается акриловой покажу какая может где-то такую встретите вот она полуглянцевая эмаль хорошая эмаль смешиваю еще одну часть это оставила просто акриловой краской второй части смешал смело сделала меловой краской вот она вот почему меловой вот она видите как придает такую матовость как бы шершавость такую вот эта краска ее можно не покрывать лаком можно но вот эти вот моменты мне не нравится сейчас подшку найду наждачку мелку подшкурю немножко и еще раз покрою постараюсь покрыть еще раз посветлее сделаю краску эту разведу белом чуть мне не нравится слишком темная сейчас я приложу вот смотрите вот так это будет здесь я светлым старалась посветлее она вот опять опять потемнело же сильно да мне конечно не нравится что вы действительно впритык ну ничего тут пусть так будет уже выискивать рамочки это же надо примерять все это я вот он так сделаем все будет впритык так ну что вот так принципе в принципе неплохо смотрится вообще-то нет хорошо надо вот эту просто еще больше высветлить вот немножко под зашкурить может быть ее так что вот она шершавая посмотрите хотя этот как у производителя не говорит не надо и шкурить перед покраской вот покрасьте потом зашкурьте потом еще раз покрасьте но вот я до этого шкурила потом красила но потом еще раз шкурила в этот раз я не зашкурила и хотела вот это еще немножко так торцы вот эти вот высветлить вот тоже так пройти губочкой аккуратненько сейчас посмотрю в общем дальше я пошла экспериментировать и я хочу ее покрыть вместе лак для ващения как бы с эффектом ващения да садю как будет смотреться то что когда я покрыла краску краской вот она блестела мне понравилась такая вот блеск но вот она высохла вот такая матовая получается это вот если вам не нравится глянцевый до пластиковый цвет такой можно не покрывать ее так прям лаком акриловым если лаком он будет не даст такого глянцевого эффекта будет она такая можно принципе покрывать в общем я пошла красить и вам уже покажу конечный результат ну что всем привет так стойка на всю вытянута чтобы вот вам показать здесь как что-то да конечно я понимаю что притык здесь воздуха не осталось но так получилось здесь если на 20 брать и тут 30 чуть-чуть вот вот так будет может быть но все равно она получится может быть пола получше но не знаю ну я уже не стала экспериментировать заказывать все вот так будет нормально пойдет что получилось то получилось я конечно хотел немножко другого но ну так круглый вот как-то можно было конечно в круглый но там вот этот момент вот как будто вот эти края они слишком их много было здесь вот как будто бы впритык вот но вообще самому 100 что получилось вот то что я покрасила мне нравится я ставила пока без стекла сделал натяжку да здесь прям втискивать приходится все таки вот ну вот 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 такое вот так окрашена она у меня я не стал прям так чтоб совершенно было нет мне нравится как есть единственное что я вот покрыла вы думал может еще раз покрыть лаком акриловым я покрыла лак гели лак для овощения вот такой вот и и не он какой-то найти немножко не долго и так сохну не до конца все еще просох что ли вот здесь вот липнет местами но зато можно что-то если прилипло уже тереть лишнее вот вот что получилось у меня да я не скажу что я прям довольно конечно на сто процентов можно было знаете просто вот эти тогда не вышивать если у меня заранее рамка была можно было эти не вышивать ну ладно что есть то есть вот что получилось то получилось немножко как бы можно было и вот так может повернуть я решила так сделать тогда в общем вот вы что вышло то вышло вот такой вот у меня получился сюжет ну рам рама мне сама по себе нравится вот и форма ее тоже такая интересная то у меня были вот эти места вогнутые да здесь теперь выпуклые думаю прикупить такую же 25 на 35 для новогодней прогулки как раз здесь можно что-то такое вот еще придумать сделать наклеить вот вот этот момент можно обыграть еще будет вот такой уже возьму наверное для этих потом не все вообще мне нравится сейчас что у меня получилось принципе может что-то несовершенно но в общем в общем и целом нормально тут как бы она тоже такая знаете веточка как будто висит из ниоткуда да получается а если здесь дошивать вот этот вот подтон то тогда рам квадратные уже нужно ну ладно в общем вообще конечно этот сюжет можно запросто обыграть в подушку даже можно было да да вот в подушку сделать моим подарить ну пусть у нибудь нас на стене а вообще вот как идея да если кому-то вдруг понадобится такая идея подушечку можно сделать и будет превосходно смотреться вот так она у вас рамочка немножко идет в этом вот это место темнее вообще она конечно светлее так ну-ка я сейчас пойду поищу ничего не меняется да да вот она вот как будто темнее она светлее на самом деле я не знаю вот несу папа может нет такое вот посветлее как-то все равно темно да что-то божьем вот это место на то он представьте что на тон светлее а так она темным прям дает света ну-ка а свет выключить нет вот хоть как все равно этот темный цвет на видео почему-то а так она светленькая в общем вот я форда оформлю сейчас что у меня получилось и уже все потом уже когда к моим поеду подарю вот так краски я уже рассказывала акриловая смешанная смелом это сделал меловую и уже тонируешь ее в нужный цвет обычным на эти обычным колером магазиновка продается вот только имейте ввиду что она когда в краске кажется вам светленькая на самом деле попробуйте ее куда-нибудь накрасить чтобы она высохла потому что когда высыхает она становится темнее это вот имейте ввиду вот и все никаких там никаких вот больше других проблем просто покрасить здесь и все здесь я ничего не выдумывала никакие я хотела сделать здесь вот вот это закрасить потом наждачкой потереть а когда я вот так оставил мне уже вот так понравилось вот в общем то есть полет фантазии как нравится так и уже и красите меловая краска делается покупается акриловая краска обычная эмаль можно самую я купила саму дешевую до 400 рублей почти на стоит берете мел я купила обычный кормовой мел да а так вообще предлагается там мел на вал берез вот этот специальный типа для красок он там 500 рублей килограмм стоит 80 рублей за килограмм и взяла он немножко серия просто и все а так мел и мел 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 он и есть в африке мил чего его пробовать то да вот и просто одна часть мела разводится горячей водой кипятком можно до берете его размешиваете хорошо все и туда добавлять две части краски вот этой акриловой все ну зависимости от того сколько вам этой краски на нас и все смешиваете хорошенечко вот она мне стоит даже хорошо хранится вот что почему мне понравилось которая краску дело для комодов она у меня стоит хорошо край хранится до сих пор надо будет второй еще третий комодик покрасить 3 4 такая до него не дошла ну вот в общем все рассказал показала в этом в этот раз мне со всеми этими видео получится длинная так что мастер-класс по покраске я уже вам не могу дать потому что я не могу красить вот так под камеры мне надо ее вот так и под глаза я вот здесь когда провожу линии тоненькие кисточки конечно плоские тонкие берите все вот это аккуратненько надо и уже не пока не покажет украсить его уже сами как он как умеете так и красить вот и все если вам хочется сделать здесь например одним тоном но выделите вот она жена как бы подшарпанность да вот красите то ли светлым то ли темным здесь уже наносить основной том подшаркиваете у вас уже получается нужный вам оттенок вот и все можно кисточкой сухой также сделать это я уже показывал это все не раз своих видео так что вот может у кого есть подробный мастер-класс так что на ю тубе всего много так что можно найти все что хочешь вот так забыла снять отчет по величи природы за апрель в общем три выходных я повышевала сейчас остальные два выходных которые остаются я буду вышивать габриэль больше с ней положусь но вот за эти три выходных я вышелом 2000 с чем-то там крестиков и в основном это был вот этот кусок вот он ну кроме вот этого дерева по моему но уже был выше то вот именно вот этим черным цветом я все вышивала вот вот она середина тут дальше за середину можно еще вот этим черным вышивать я пока не стала закончу этот кусок дальше вот середина вот она же у меня идет тут есть немножко прыжки да ну дальше продолжу вот этот место вышивать потом уже когда спущусь вниз опять дальше вот этот кусок буду продолжать неудобно тянуться высоко руки устают поэтому ну в принципе вот так вот в 2000 2000 крестиков выглядят смотрите вот много до получилось мне казалось что я даже больше вышел очень 2000 и очень быстро и легко они шли почему потому что ну здесь одним цветом все такие куски цветовые все больше здесь ничего не было вот поэтому шло быстро и легко если вы здесь так вот все шло быстро легко я бы в это все уже вот этот кусок еще еще быстрее вышел но тут будет опять смесь цветов поэтому наверное не так быстро пойдет посмотрим ну может там еще тысячи две за мая сделаю две-три максимум может быть это я что-то сомневаюсь ну по крайней мере мне хочется вот этот кусок за закончить да вот это все закрыть вот а там дальше будет видно как и что как пойдет сколько там я уже про процента забыла гляну-ка так 43 процента высшего я да уже вот на этом сюжете вот еще немного и будет вот половина 43 ну как раз вот это нам кусок до шьется и будет тогда 50 процентов выше то уже здесь вот потихоньку потихоньку двигаемся дальше ник на кни это вторая партия помидор нормально пока рост идет потом пересажу их еще рассажу еще раз хотя можно конечно их просто птички поют классно подсыпать все пока ну да июнь еще вырастут а вот здесь петунии вот уже не знаю по моему высаживать бордовая идет подружка это вот розовая сиреневая синие это все ампельные красная учета какая-то вот такая желтая вот я жду это не двух сортов но один год выбрала именно эти вроде сорта но один из них был точно прям ярко-желтого цвета вот и розовых сейчас не было таких вот как я один год покупала семян прям ярко-розового цвета тоже все элита это фирма так всем привет у меня уже сегодня суббота поэтому я сейчас всего отчитаюсь и закругляюсь и буду вышивать на субботу-воскресенье коллекция к летну сколько там позволим будет потому что опять потеплело вчера мне что-то ничего не хотел сделать сегодня уже надо надо много чего делать но каких дел я там вам сняла огород сад огород покажу в конце ну и вот мой результат за неделю на этом сюжете искусница у колодца и вот я вам значит кладу превью кладу то что у меня получается на этой неделе я вышивала 4 дня его да вот утром например если вы есть время ведь в обед ну были моменты когда например так вторник что нет среда ли дождь шел целый день и было холодно естественно ничего не делала и вот я она вышивала так 24 тысячу крестиков аж на этом сюжете был да и 2 и вечером еще там около тысячи по моему на тюльпанах я в этот день вышла просто ударно потрудилась или больше я ничего не делала зато да но в остальные дни так где-то 405 464 вчера 579 крестиков я сделала тоже ничего не хотела сделать чуть мне такой стоим какой-то бывает иной раз вот и сейчас здесь 38 процентов я на вышивала то есть осталось чуть больше половины но какой результат значит на этом сюжете у меня что мне здесь не нравится вернее не нравится мне вот то что превью это понятно это по моему скрин это не отшив отшив я видела вот такой же он вот на превью прям все так ярко зелено вот как сейчас у нас вот прям в этом году зелень как как не нарадуюсь на зелень потому что такой зелени яркой у нас не было практически не бывает что там немножко в мае зелена туда-сюда как-то но потом все она пожухлая какая-то становится вот такая же как на картинке у нас нет такой ярко зеленого как сейчас прямо при солнце глаза режет глаз радует это зелень вот это вот вот такой вот сюжет как бы начало такой мая красота зелень да все прям зелень пышет а у меня вот здесь уже август месяц отличие не так вот насколько дает результат я конечно будет красивая картинка я ничего не говорю но не такая вот яркая насыщенная зеленая радующий глаз меня вот я вообще вот многие сюжеты избегаю если вот там например найти этот дименшинс пара любовь там не помню как называется наверно представляете там что-то все желтая трава такая вот и они двоем стоят он мне нравится но вот это вот вокруг вот это желтизна меня угром убивает я из-за этого не купила так этот сюжет до сих пор хотя хотела все порывалась но вот я думаю как я буду эту желтую траву вышивать на него смотреть когда мне и так надоело я хочу вот это вот вот это видите у себя зелени по большим я не знаю как будет следующий сюжет так момент вот этот вышиваться тут тоже все яркое знаете сейчас мы посмотрим с вами я хотел конечно затягивать видео но я вот уже просто мне любопытство ну здесь вот да здесь по зеленее ниточки вот они видите по зеленее нежели вот эти вот нитки вот они все идут вот основном видите такие вот болотно светлые непонятные нитки вот поэтому я думаю этот наверное будет нормально зеленым летний такой вот видите если картинки брать тут лето да видно что уже зелень такая насыщенная темная здесь видно вот прямо я говорю же ну май конец мая может быть но я начало июня но хотя все цветет тоже так прям много цветов у нас тюльпаны только сейчас будут цвести в этом году все рано у нас вот здесь получается август месяц все пожехло вот что меня расстраивает сами вот нитки многие пишут что я там читала у производителя в группе что там убивают типа нитки сделайте нитки гамма можно конечно еще и димси потребовать только они будут стоить не 400 500 рублей а уже тысячу явно около тысячи уже скажете дорого не хотим так дорого да сейчас цена цена конечно неплохая единственное что материала вот всех не устраивает но я заменила сама сама эту основу да она если говорить вот про сирию синяя нормальная основа это конечно же не очень но если брать наборы жар птица там тоже такая основа там тоже цены такие невысокие тут чё у меня михаил да вот так и принципе нитки на вышивая по вот этой вот основе равномерные нормально они ложатся нормально они вышиваются суховатый и вот я на эти уже вышиваю да вроде сухие кажется тоже когда начинаешь вышивать потом вышиваешь уже забываешься и значение никакого нет какие нитки вот эти вот вообще вот такое ощущение что они отличаются все от вот этих вот например вот эти вот не так блестят эти вот блестящие эти не блестящие вот так они какие-то все разнобой но от этого конечно и цена зависит вот единственное что я но я в других наборах меняю основу да если меня что-то не устроить жар птицы например но цена 500 рублей можно за 500 рублей только схему купить у дизайнеров и потом уже самой комплектовать нитки искать нарезать покупать свои где-то там запасы доставать если как основу также вот здесь мы конечно платим за схему ну и закомплектующие этому это совсем от 500 рублей совсем я скажу копейки какие-то на сегодняшний день за набор да да меня не устраивает основа но все остальное вроде как нитки устраивает схему перенабор у меня я и на на предыдущие ну вот кстати уютная зима там не было такого кардинального отличия там все вот прям как по картиночке было все как есть соответствовало все тому что вышивается здесь как-то вот немножко отличие да вот этих вот ниточек от зелени такой вот которая должна быть даже вот здесь вот как-то все ярко так здесь как будто даже цепи пожухлые какие-то ну имею ввиду зелени вот них вот ну что буду продолжать уже теперь уже что получится что что теперь первый раз когда отличается превью от того что происходит но вот у жар птицы у них наоборот например превью бы может быть не очень а вот результат получится очень даже очень вот ну что учет последнее время меня превью стали разочаровывать некоторых сюжет еще больше и больше ну ладно что уж теперь ладно хоть здесь я не потратила даже тысячу рублей да и и более скажем так принципе нитки меня устраивают основу я поменял потому что здесь естественно может быть и не меняла полная зашивка но здесь вот то что четверть крестики полу эти как аппетиты маленький да из-за них в основном бэкстич здесь не по клеткам поэтому я ее меняю иначе я бы я бы мучилась наверное вот 38 процентов на этом сюжете так следующий сюжет я которая вышивала на этой неделе ну я его брала только по вечерам я вставлю картинку то что у меня было и то что у меня теперь стало это уютный коттедж от dimensions вот что должно получиться что получается мне немножко неудобно то что рама большая вот здесь тянутся да сейчас думаю если я переставлю пяльцем не опять будет неудобно мне надо будет сюда скакать я живет скачу по все по всей вот площади но вот здесь вот у меня еще не хватает вот переставлять но видимо мне придется все таки как-то перейти на пяльца где-то в какой-то момент скорее всего сейчас есть он может быть переставлю пяльца вот чтобы мне вот в этот край влезть я хочу вверх сначала закончить потом уже наверное на низ но у меня вот получается так что ты здесь берешь какой-то зеленый он здесь вот продолжается вот но здесь опять мне не хватает места вот 1 переставить вышить какую-то часть или эту или эту а потом уже одну часть вышить 2 вот заканчиваем таким образом как я раньше делала обычно я конечно начинаю всегда с правого нижнего угла вышивать всегда не могу я сверху вышивать но здесь то что от середины поэтому так скачется вышивала и поэтому если бы я отсюда снизу начала то я бы вот этот участок конечно сначала вышивала но помните я начала сначала строить дом потом сажаю сам здесь было так вот ну посмотрим как как следующий раз будет может быть все таки я переставлю на пяльца здесь с чем удобно и кус на по не все натяжка хорошим не нравится да и подтягиваю все когда здесь не полная зашивка на них вышивать удобно середина например я на них вышивала садовницу одну полку садовый как-то вот когда вот здесь вот все удобно когда вот сюда вверх надо тянуться еще здесь вот не хватает мне мне удобно уже вот как на раме да здесь вот так немножко так не перекрутишь совсем здесь у меня уже вот конец вот он попробую немножко вниз опустить получится так я вот вверх заканчивать буду здесь а потом уже вниз пойду вниз вот этот а потом уже вот в сторону таким образом решила но здесь 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 что мне там закрылась все за у меня сейчас 40 процентов уже выше то то есть чуть-чуть и будет половину сюжета я вышла здесь тысячу пятьдесят два вот крестика это в перерасчете на крестики так я вышивала в основном все вот полукрестом немножко было креста здесь 342 крестика не блэндом тут как-то шло и все остальное вот это все полукрестом я эти дни вышивала я считаю тоже неплохо повышевала я все-таки полукрестом 4 нити за вечер я вышивала только вечером вот эти сюжеты и вчера уже мне предъявляют где самурай где мой дима самурай дочь мне пишет вышивается ли он и контроль просто тотальный контроль надо мной тут самурай мне на него надо взять сидеть и вышивать только самурай скорее всего но я хочу и этот сюжет закончить летом и еще вот лошадку адельку я хотела бы в мае закончить ее постараюсь по крайней мере еще хотела в мае конечно же но уже не я не думаю что у меня получится мои закончить по русскую котовского а так вообще планировалось ну даже в апреле но пока что планы вот такие пока что такие естественно вот у колодца наверное в мае он закончится тут осталось то всего ничего 5000 крестиков по моему там осталось у меня мне вышивать вот если а такими темпами буду также вышивать в неделю например днем этот сюжет то скорее всего он раньше и закончится вот большие сюжеты за большие сюжеты вечером только вечером садишься днем же ты вот так подскочил маленький вот этот повышевал быстренько и все вот осталось 4836 крестиков не на том сюжете круглым вот так ну что на этой неделе в принципе неплохо потрудилась спасибо дождичку спасибо погоде закончила оформление мимозы повышевала раз два три четыре сюжета сегодня будет уже у габрии габриэль вышиваться так что да пока пока все хорошо идти пока все мне нравится как идет и вот в конце вам я пока покажу фильм предлагаю посмотреть фильм сад огорода ну а с вами мы встретимся уже на следующей неделе не знаю как будет с погодой с природой вот там тоже где-то даже даже дожди быть может быть у меня тоже появится время повышевать показать вам что-то интересное на этом все спасибо всем огромное за внимание спасибо за ваши комментарии за ваши за вашу поддержку спасибо за лайки за дизлайки ну а мы с вами встретимся в следующем видео всем пока пока всем привет видите люську как замаскировалась сливается с природой а там ой 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 бабочку боже мой и делаются мышку полови конечно лунтик лунтик отпусти бабочку вот правильно улетела их ты иди вон мыши лови а то умники стыри но я им приготовила куриные потроха не стырили их ждать пока я покормила оставила и крышку забыл закрыть пчелки летают луна не пищи я вышла знаете на втором этаже была там так классно пели птички вышла не слышу соловьи пели охотничек охотничек опять за бабочкой охотятся спугнули ха-ха иди мышку лови в этом году какой-то домосед шум году пропадал на 10 дней все время где-то носился на дом сидит по ночам дом спит никогда не гуляет до честь моего кота соседского на несколько дней на неделе пить вон там лягуха ходит здесь попробую лишь бы куда не наступить не чистила еще бассейн хочу я вообще хочу пленку посмотреть такую черную но поставить что это пропускает вы там ни одна лягушка надо их вытащить они не вылезут сами ты куда пошел опять сегодня пятница потеплела стал так хорошо и вот начинает и абрикос цветет лучше еще нет пусть пока нет этот неизвестное происхождение растения жимолость вот пчелки шмели там летают уже в общем гул прям стоит пчелиные уже пирга вот тут так мне не до пилили показывать нечего то что тут ветки валяются тоже до половины сделал еще немножко остался погодь спортивная сломалась как муж сказал вы мне сломали чему не ломали так это вообще не придет сам бы так птички так куда делись я вышла птичек послушать с вами месте и тут этого привыкла что отпускают и вот она теперь мой тыной как только я выйду я отпускаю только рядом когда гуляет сама здесь что делаю это уже сейчас она лишнего будет скатать по клумбам что просто не отпускаешь и бадан зацвел ну уже куда делись саловушки не слышу я тюльпаны в прошлый год сажала которые здесь были по моему которые были куда я сажала осенью даже не помню надо было записывать вот почему-то я купила четыре пачки по три штуки здесь всего получается 4 там 48 вот еще два как будто я не помню я еще рассаживала в откапывал оттуда куда чего посадила теперь когда только зацветет будет видно бирки оставила что ирис этот вылез один где 2 вот зачем вот 300 рублей отдала нифига не растет а вон зато этот растет свой такой такой как его называем коты дворняжки так это такой обычный вот здесь но это старый тюльпан нет я тут не сажалку где сажал никому здесь точно не сажал что-то всходит постановку сходит посмотрим я все хотела переделать все она уже пересаживать эти вот зашли а этот как он называется лекарственные растения убрать и вот эти колокольчики сюда сдвинуть нужно делать все это дело не ждать ничего читая ромашку не вижу пропала что ли вот такая крупная была у меня многолетняя жена как но вообще как 2 лет по моему идет и эти тоже гвоздика турецкая тоже нету половина тут нету опять жаль конечно турецкая гвоздика она двухлетка один год посадил дорогу цветет и она должна как к семенами отсеиваться но здесь не видать и печалька отсюда я хотела отсадить вообще здесь к бассейну проход сделать не знаю думаю все еще как это сделать сделать ромашка куда-то пропал здесь много ромашки было иди вон грача поймай лучше он что будут орать сюда прилетать не станут я конечно шучу но с этим справится ростом-то за грача вот вот а вот кстати говоря вот какие-то тюльпаны вылезли вон видно нет я вижу только заметила а а а